Мама, Мия или каникулы по-итальянски. В рамках этого проекта ученики 4-й гимназии Чебоксар повезут в Италию свою постановку. У нее самое, что ни на есть русское название – Лукоморье. Мюзикл звучит на английском и еще на нескольких языках. В гимназии идут последние репетиции. Костюмы готовы, декорации тоже. Сейчас Лукоморье прогоняют перед родной аудиторией, а через неделю предстоит показать в британской школе в Риме, где обучаются дети самых разных национальностей, и в русской в Милане. Так как наши ребята попадают в празднование Хиллоина, и они попросили, наши партнеры, школы-партнеры, попросили постановки русской сказки. Здесь выступят наши дети и в качестве бабы-ежки, и кощей бессмертного, и так далее. Лукоморье должно, если не приоткрыть иностранцам понимание загадочной большой России и маленькой Чувашии, то точно познакомить с традициями – русскими и чувашскими. Постановка на нескольких языках – английском, русском и чувашском. В ней спешены танцы и песни, мотивы которых уже успели облететь планету благодаря Евровидению и бурановским бабушкам. Чтобы провести каникулы по-итальянски, десятикласснику Сергею Соколову, как и остальным гимназистам, говорят, нужно было не просто в совершенстве овладеть английским языком, но еще и продемонстрировать творческую жилку. Я сначала думал-думал, потом пришел на репетицию, мне понравилось познакомиться с ребятами. Коллектив очень хороший. С этим коллективом хочу съездить в Италию, повеселиться, думаю, будет очень классно. Вместе с гимназистами поедут учителя, а также родители, взявшие на себя расходы. Всего 25 человек. Программа очень интересная и насыщенная. Это и экскурсии, это постановка мюзикла нашими обучающимся лукоморья на английском языке, круглый стол, посвященный проблемам языкового образования и, конечно же, о дальнейшем сотрудничестве. Все сейчас в предвкушении от предстоящей поездки. К следующей четверти ребята вернутся, а учителя приглашают на очередную встречу, чтобы рассказать уже о впечатлениях от Италии. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.